Не судите строго за домашний антураж. Сразу после моего выздоровления мы вернемся в привычный студийный формат. Честно говоря, выглядит вся эта чехарда несколько парадоксально. Подумайте только, ну в какой еще стране стандартный поствыборный Майдан организовывает не проигравший кандидат, а официально объявленный победитель? А в Молдове, как видим, и такое возможно. Невольно вспоминаются старые и не очень политкорректные анекдоты про Молдаван. Красноречиво, не правда ли? Американские глобалисты на страницах своего основного печатного органа признают, что все их усилия по подрыву Венесуэлы провалились. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» и я, Даниил Богатырев. Сегодня передача выходит в карантинном формате, так как я нахожусь на самоизоляции из-за болезни. Поэтому не судите строго за домашний антураж. Сразу после моего выздоровления мы вернемся в привычный студийный формат. Ну а теперь поехали! Тайное станет явным. Наверное, именно эта фраза может как нельзя лучше охарактеризовать то, что происходит в последние недели между украинской властью и ее западными партнерами-кредиторами. Тема внешнего управления со стороны коллективного Запада в лице его политических и финансовых институтов давно не сходит с передовиц украинских СМИ. Однако никогда прежде ее не поднимали на таком высоком уровне. 4 декабря внешнее управление на своей странице в Фейсбук стал критиковать не кто-нибудь, а целый заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Вот что он написал. Цитата. Сегодня представители антиукраинских сил организовали у Офиса президента пикет с требованием моей отставки. До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление. Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна, только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики без чьих-то подсказок и внешних указаний. Казалось бы, ну что тут такого? Ведь в любом полноценно независимом государстве подобные заявления для чиновников всех рангов являются нормой, а не чем-то из ряда вон выходящим. Но только не в Украине, увы. Здесь вся громтоедская рать ополчилась на Татарова после того, как в конце ноября он заявил, что директор НАБУ Артем Сытник должен покинуть свой пост, так как по решению Сарнинского суда Ровенской области он был официально признан коррупционером. И все бы ничего, если бы для американцев и европейцев Сытник не был священной коровой. Его сохранение на должности послы при славутой Большой Семерке требовали от украинского президента в ультимативном порядке даже после того, как Конституционный суд признал несоответствие назначения главы НАБУ основному закону страны. Через два дня после заявления Татарова НАБУ заявила об открытии нового дела против застройщика Максима Макетася, бывшего владельца компании Укарбуд. Фамилия Татарова в деле фигурирует в переписке Макетася и других сотрудников его компании при обсуждении вопроса о проведении экспертизы. Его адвокатская фирма в то время оказывала услуги одной из компаний Макетася. Эту переписку бывший застройщик передал в НАБУ добровольно с целью оговорить чиновника, на которого был в свое время обижен за то, что не смог через него решить вопрос в офисе президента. Иными словами, Макетася пытается пойти на сделку со следствием. За эту соломинку и ухватились у Сытника, который решил отомстить Татарову за его позицию относительно НАБУ. После жесткого заявления Татарова о Сытнике, последний банально решил активизировать расследование уголовного дела, в котором фигурируют замглавы ОП. Но было ли это решение принято самим Сытником? Сомневаемся. Скорее всего, в деле замешаны его заокеанские кураторы, крайне незаинтересованные в том, чтобы в Украине на самом высоком уровне придавалась огласке тема внешнего управления. Подтверждением этому служит тот факт, что 5 декабря, на следующий день после публикации Олега Татарова в Facebook о внешнем управлении администрация социальной сети удалила его аккаунт с формулировкой «не отвечает стандартам сообщества». Учитывая то, что компания Facebook известна своим повсеместным лоббированием интересов транснационального финансового капитала и Демократической партии США, ничего удивительного в этом вопиющем акте цензуры нет. В настоящий момент история с травлей Олега Татарова западными грантоедами продолжается. Более того, пресловутые послы Большой Семерки и прочие авторитетные международные партнеры наверняка уже посылают президенту Владимиру Зеленскому негласные сигналы с требованием уволить слишком независимого и патриотичного сотрудника из своего офиса. В качестве средства шантажа, как обычно, используют кредитные транши. С сентября по конец 2020 года Украина планировала получить 1,2 миллиарда евро от ЕС и 700 миллионов долларов от МВФ. Однако сегодня уже очевидно, что она не получит ничего из этих денег. Причиной европейцы называют тревожное состояние антикоррупционной вертикали, имея в виду ряд решений Конституционного суда, по сути, блокирующих ее работу. Логика здесь проста. Чем дольше украинские власти без транша, тем больше национальных интересов согласятся сдать Западу за очередную финансовую подачку. О перипетиях взаимоотношений Украины с западными партнерами будем говорить с политологом Кириллом Молчановым. Здравствуйте, Кирилл. Да, приветствую, Данил. Приветствую, аудитория канала КРТ. Ну вот, все мы знаем историю, которая произошла с Олегом Татаровым, заместителем главы Офиса Президента, выступившим публично против внешнего управления и с обличением Института внешнего управления, в частности НАБУ, ну и тому подобных вещей. У него даже страницу удалили с Фейсбука, не говоря уж о том, что на него ополчились всевозможные гарантоеды. НАБУ стало как-то внезапно расследовать против него уголовное дело, а точнее дело, в котором он является одним из фигурантов. Вот как вы это прокомментируете? Чем вызван такой всплеск активности вот этих структур внешнего управления именно сейчас, в данный момент? Ну, в принципе-то, эта борьба идет давно уже, на самом деле, между, условно, внутренним лобби и внешним управлением. Просто сейчас на фоне, скажем, событий в Конституционном суде, который помножил на ноль и Сытника, и антикоррупционное законодательство, на фоне такой разгоревшейся борьбы между условными, там, частью, скажем так, назовем так, грантоедской части слуг народа, там, Сарася, и теми, кто ориентируется на олигархат, вот, и все это просто обострилось. И Татаров, будучи чиновником, может, со-президентом, действительно осмелился, да, или озвучил те вещи, которые у многих на уме, но боятся их просто сказать, о том, что НАБУ не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией, что это не наша институция, что это элемент внешнего управления, по сути, а что сам Сытник пребывает на своей должности незаконно, на что есть решение и конституционного, и административного суда. То есть, по всей видимости, такой позиции не ожидали все эти шабунины и компания, что украинский чиновник, потому что он все-таки чиновник, а не политик, может себе позволить такое сказать в их адрес, и перепугались не на шутку, после чего, кстати, очень так синхронно НАБУ сразу же открыло дело на самого Татарова. То есть, это четко демонстрация того, что любое инакомыслие и неприятие этого внешнего курса управления, который, по большому счету, это НАБУ с Сытником здесь проводит, оно сразу же пресекается, причем пресекается жесткими методами, вплоть до того, что, к сожалению, Офис Президента в своей манере вынужден был потом написать о том, что это все его личное мнение, а не мнение собственно Офиса Президента. Ну, такая же трусливая позиция, как была с мнением Фокина, когда они потом извинялись, по сути, за то, что Витольд Павлович предлагал. То же самое и сейчас мы увидели. Но на самом деле эта рамка, повторюсь, более широкая, то есть, это рамка условно борьбы за ярлы, которые эти все внешние структуры собираются получить условно там в январе месяце, когда Байден пройдет инаугурацию. То есть, идет борьба за то, кто будет там, глобально говоря, как в одном фильме было сказано любимой женой товарища Байдена в Украине. Вот все эти сытники и компания пытаются конкурировать друг с другом, параллельно показывая Офису Президента и в целом украинской политической элите, что теперь вес и роль этих гранд-эдов соросят в их понимании существенно возрастет. То есть, они считают, что они будут с приходом в власти Байдена тут держать бога за бороду. И поэтому все, кто будет публично перечить их линии вектору действия, они будут иметь такие же последствия, как и татарах в виде, наверное, уголовных дел. Кирилл, вот здесь очень важный вопрос. Хорошо, что вы упомянули как раз о Байдене, о его скором приходе к власти. Есть сейчас две таких разных точки зрения на вот эту активность гранд-эдов возросшую. первое это как раз то, о чем вы сказали, что они борются в том числе и между собой за то, кто же получит большее расположение новой американской администрации. А второе это вот такое мнение, что они якобы уже находятся в предвкушении своих каких-то новых назначений, то есть что они все уверены абсолютно и у них есть какие-то гарантии, что при администрации Байдена они получат больше власти в Украине, больше влияния на внутреннюю политику. Как вы считаете, являются эти две точки зрения взаимоисключающими или же все-таки они как-то комбинируются причудливым образом? То есть чего здесь больше? Грубо говоря реальности или понтов вот этих сарасячьих? В какой-то степени это игра в леп идет. То есть я например не уверен со своей экспертом точки зрения что их роль существенно возрастет в Украине она как бы и так была достаточно высокая чего она должна увеличиваться Байдену реально не для проблемы Украины сейчас ему надо разгребать внутриамериканские как говорится Авгеев конюшни в его понимании есть большие сомнения что они не являются на смещение такими классическими продавцами воздуха что они выдают желаемо за действительное все эти сарасята я уже не говорю о том что там очень серьезная внутривидовая борьба с одной стороны это условные грантаеды все эти начинают Шабунина Сытника который руководит Лещенко Рябошавки Данилюка мы имеем Легион и с другой стороны это группа Петра Алексеевича Порошенко который считает что Байден это его чуть ли не левший товарищ и что он чуть ли не поможет ему завтра опять вернуться во власть и все свои позиции восстановить то есть это одна сторона медали а другая это все-таки то что они всерьез готовятся дать бой по кадровой позиции в Украине то есть независимо от того есть будет у них это какая-то там не знаю влияние увеличиться не будет но мы видим что уже тот же там например Рябошавка Данилюк и Клинкин создают какую-то там свою ГУ которая будет пока заниматься исследованиями а потом возможно формировать какой-то сингтэнг условный мы видим что всерьез старосята из фракции Голоса из фракции Слуг Народа и сейчас из Евросолидарности собираются шатать правительство чтобы максимально его можно было перезагрузить и наполнить своими кадрами да то есть не зря там очень медийно начал сейчас появляться уже такой присыпанной пылью Арсений Петрович Асанюк в медиа да это же тоже их кадры уже пошли разговоры о том что Ярейская вернется в Украину о том что Маркарова назначат послом Украины в штатах о том что верный супруновец Виктор Ляшков возглавит МОЗ то есть независимо от того будет Байден им способствовать или не будет они всерьез считают что необходимо условно говоря взять реванш за события весны 20-го года когда Зеленский начал потихонечку от них избавляться когда выгнал Гончарука когда выгнал Рябошапку когда нам сняли лояльного к ним Богдана и так далее то есть мне кажется точно что нам стоит ожидать это то что с 21-го года Украина ожидает серьезная политическая турбулентность да вот и политический кризис который будет спровоцирован борьбой сил внешних в виде сил внутренних в виде представителей олигархата и на фоне проходить славного президента потому что если мы уже так проводим налоги то Зеленский он так медленно но уверенно превращается в Виктора Андреевича Ющенко более молодого пошива такой очень мягкотелый слабохарактерный президент который мало на что влияет и мало что контролирует поэтому ну наверное для украинского государства это плохо потому что мы вступаем в полосу турбулентности которая в принципе никогда не заканчивается никакими хорошими и спокойными событиями Кирилл параллельно с действиями вот этих внутренних грантоедов мы видим также активизацию действий гораздо более серьезных сил я в частности имею ввиду те постоянные встречи послов большой семерки которые они пытаются проводить то с президентом то с премьер-министром то с другими чиновниками также присутствует давление со стороны международного валютного фонда и во всех этих мероприятиях неизменно присутствует угроза тем что не выделят очередной какой-нибудь кредитный транш вот мы знаем что с сентября месяца мы планировали ну мы имеется ввиду Украина украинское правительство планировало получить 1 миллиард 200 миллионов евро только от Евросоюза а также 700 миллионов долларов от МВФ это до нового года ничего из этих денег до сих пор нет и судя по всему присутствует угроза и в дальнейшем их не выделять если не будут выполнены определенные требования относительно недавних решений конституционного суда ну по земле очевидно там какие-то есть требования вот по национальному банку и тому подобные вещи как оцениваете вот эти действия насколько велика опасность их усугубления еще и в 2021 году тут ситуация классическая уже складывается МВФ обещает но не уделяет то есть мы видим что точнее даже мы сможем вспомнить что в марте когда Зеленский ломал парламент через колено и требовало принять открытие рынка земли и закон о банках он рассказывал что нам выделят 10 миллиардов долларов суммарной помощи финансовой в этом году чтобы мы могли преодолеть последствия карантина и пандемии по итогу потом он сказал что будет 8 потом эти 8 превратились в 6 по факту мы получили один транш полтора от МВФ и где-то 600 миллионов от ЕС 600 миллионов не получили в том-то и дело не вторые 600 миллионов не получили там они же на 2 были и первые не получили то есть еще меньше даже я бы лучшего мнения скажем так о этих структурах то есть по факту мы получили пшик мы должны были получить 3 программы 3 транша МВФ в этом году получили один первый не получили ни в сентябре ни в декабре хотя кстати свою джентльменскую часть я же говорю мы выполнили мы приняли закон о земле и о банках теперь же они требуют от нас по сути политические требования если еще в 90-х МВФ подвигал чисто экономические какие-то требования вначале это была бездефицитность бюджета ключевой показатель потом это какие-то структурные реформы пошли а сейчас они просто требуют уже даже доходят до смешного с чем мы начали разговор то есть они уже конкретно не снимать сытника с должности провести ревизию суде Конституционного суда провести реформу Верховного суда назначить туда комиссию по отбору иностранных представителей создать наблюдательный совет при Национальной службе здоровья то есть мы видим что это все имеет малое какого-то отношения к экономике и к финансам то есть это чисто какие-то политические требования естественно что в таких условиях никаких транш в Украине в дальнейшее время не сведет я думаю с этим смирились уже на улице Банковой поэтому денег в дальнейшее время не будет поэтому вопрос локдауна кстати тоже постоянно откладывается потому что непонятно чем компенсировать финансовые потери так что в этом плане у Зеленского ситуация достаточно тяжелая потому что искать деньги на внешнем рынке становится сложнее сложнее а бюджет на 21 год с листом опять-таки же как и на этот процент на 60 из внешних заимствований вот вопрос где эти заимствования брать так что тут ситуация оплатовая и выходом из нее может быть опять-таки же ну не знаю возможно новая программа СМВФ будет потому что по старой мы уже ничего не выполняем они же так по сути в последнее время и делают подписываем программу они дают первый транш авансом потом что-то выполняем потом что-то не выполняем они денег больше не дают и мы просто через год там полтора подписываем новую программу вот вероятно возможно и такой сценарий будет но пока что опять-таки же как говорил Стамбендер спасение утопающих находится в руках самих утопающих поэтому я думаю правительству и министру финансов необходимо только исходить из того что у нас есть по факту на сейчас и своих загашниках да и возможно на какие-то там еще евробонды или ЛБГЗ ну что-то такое так как на макрофинансовую помощь рассчитывать не приходится Кирилл ну вот в завершение нашей беседы хотелось бы услышать краткий прогноз будут ли украинские власти выполнять вот эти вот кабальные как вы говорите политические требования от международных финансово-кредитных институций или же все-таки попытаются как-то избежать их выполнения пройти как говорил Кравчук между капелек но они будут их выполнять как и до этого выборочно и частично да то есть например там статью о незаконном декларировании которую Конституционный суд отменил они вернули но вернули в усеченном виде да то есть такого же в обрезанном то есть там вместо уголовной ответственности уже там скажем так административное плюс ограничение свободы частичное вот то есть Сытника наверное пока что оставят но тоже крайне маловероятно что он досидит до конца каденции скорее всего примут изменение закона НАБУ и такие в следующих полгода попытаются снять вот там рынок земли откроют но откроют не для иностранцев как хотел изначально МВФ ну как бы они это будут делать так вот выборочно в надежде на то что и выборочно возможно МВФ также будет выделять деньги но тут на самом деле надо сказать нашим зрителям о том что этот миллиард с копейками он Украина на сегодняшний день особо ничего не спасает то есть это не та помощь которую бы наверное рассчитывал бы Зеленский то есть овчинка выделки не стоит и серьезно надо задуматься о том чтобы вообще или пересмотреть сотрудничество МВФ или его прекратить потому что мне пока что не знаю ни одной успешной страны которая бы выполнила все требования МВФ была бы экономически процветающей раз единственное что интересует МВФ это то как они будут получать свои деньги назад поэтому сейчас опять пошли разговоры о том чтобы принять закон об жилищно-коммунальных услугах чтобы можно было в автоматическом режиме начислять пеню и не плательщики за коммуналку имели существенные проблемы опять пошли разговоры о том что будет подниматься тариф на электроэнергию то есть мы видим что все финансовое давление перекладывается с точки логики этого же МВФ просто на плечи рядовых граждан вот заинтересованы ли мы в этом как общество я думаю нет поэтому необходимо просто исходить из того чтобы искать какие-то внутренние резервы или искать новые рынки финансовые где можно положить кредиты например развернуться на восток есть например китайский рынок они постоянно предлагали какие-то определенные финансовые программы просто опять-таки же по зависимости от западных стран постоянно запрещают иметь с ними какую-то экономическую выгоду для операцию что можно отлить на самом банальном примере завода с мотор сичью так что в нынешних кабальных условиях в зависимости от внешних сил которые сосредоточены в руках послов ЧСМ я думаю разорвать этот порочный круг не удастся а без политической воли рассчитывать на то что какие-то будут изменения наверное нет в этом плане Зеленский сказал что он смирился с его ролью продолжателя дела Порошенко и в принципе скорее всего он имеет все шансы к концу каденции закончить с таким же уровнем поддержки что ж спасибо вам за беседу Кирилл в гостях у международной панорамы был политолог Кирилл Молчанов тем временем в Молдове после победы на президентских выборах прозападной Майи Санду резко обострилась политическая борьба между различными органами и ветвями власти 30 ноября вполне ожидаемо избранный президент Молдавии Майя Санду призвала Россию к выводу из Приднестровья своих военных речь идет об оперативной группе российских войск которая по словам Санду находится на территории Молдовы без каких-либо официальных документов и без согласия молдавской стороны президент намерена вести переговоры с Москвой по поводу вывода войск она также добавила что в Молдове в соответствии с соглашением 1992 года находятся и российские миротворческие силы но так как в Приднестровье цитата давно нет опасности военных действий миротворческую миссию нужно сделать гражданской и проводить ее под эгидой ОБСЕ очевидно что данное заявление полностью следует в русле прозападной политики которая всегда придерживалась и продолжает придерживаться сейчас санду но не стоит забывать что Молдова не президентская а парламентская республика поэтому представители пока еще правящей партии социалистов Игоря Додона активно вставляют Майя Санду палки в колеса так только за один сессионный день 3 декабря депутаты от партии социалистов партии Шор ее основатель Иван Шор супруг певицы Жасмин и ряд внефракционных депутатов приняли следующие законодательные акты первое вывели службу информационной безопасности из подчинения президента в пользу парламента на основании наличия ума и санду гражданства Румынии второе приняли новый закон о языках который разрабатывали два года придав русскому языку статус языка межнационального общения третье вернули в эфир молдавского телевидения российские телеканалы и снизили квоты для молдавского контента на национальных телеканалах четвертое восстановили дублирование инструкций к лекарствам на русском языке пятое вернули в собственность государства земельный участок на котором планировалось построить новое посольство США теперь на нем Илон Шор построит дворец спорта и парк развлечений Молдова-Лэнд шестое частично восстановили субъектность гагаузской автономии приняв три закона и теперь ее статус нельзя изменить без согласования со столицей автономии Комратом как видите список внушительный правда остается непонятным почему всего этого правящая коалиция не могла принять до а не после президентских выборов обеспечив мобилизацию своего электората и возможно победу Игоря Додона в качестве реакции на работу депутатов сторонники избранного президента Майи Санду 6 декабря устроили в центре Кишинева антиправительственный митинг с требованием провести досрочные выборы в парламент собравшиеся на митинг приехали в столицу из разных районов страны всего на акции насчитывалось около тысячи человек что говорило о слабой мобилизации Санду своего электората сама Майя Санду выступая на митинге заявила что правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру распуска парламента по ее словам именно действия властей вынудили людей в период пандемии выйти на улицы она также пообещала бороться до конца чтобы достичь перемен в стране честно говоря выглядит вся эта чехарда несколько парадоксально подумайте только но в какой еще стране стандартный поствыборный майдан организовывает не проигравший кандидат а официально объявленный победитель а в Молдове как видим и такое возможно невольно вспоминаются старые и не очень политкорректные анекдоты про молдаван о политической обстановке в Молдове поговорим с доктором философских наук Владимиром Шевченко здравствуйте Владимир здравствуйте Данил вот собственно мы видим что в Молдове парламент пока еще старый в котором большинство принадлежит социалистам принял ряд законов откровенно говоря направленных против новой избранной президента Майи Санду в частности там ей частично урезали полномочия в вопросе контроля над спецслужбой также приняли ряд законов которые продвигаются ну скажем так лоббистами местного русскоязычного русско-культурного что ли населения это относительно языка относительно этикеток на лекарствах и тому подобных вещах в общем мы видим классическое для Молдовы противостояние между парламентом и президентом во что оно может вылиться в ближайшее время мы знаем что уже сторонники Санду выходили на улицы и требовали перевыборов парламента удастся ли этого добиться им чем наша передача интересна с моей точки зрения что она является продолжением того первого разговора который у нас состоялся обстоятельный перед первым туром парламентских то есть президентских выборов и мы тогда с вами пришли к выводу о том что совершенно не исключено что действующий президент Додон проиграет выборы в связи с раскладом политических сил именно в связи с переходом на сторону но его оппонентов такого персонажа руководителя партии лидера партии наша партия как Рената Усатый который набрал 17 процентов и это было решающим событием в этих выборах и то что запад коллективный запад который стоит за кандидатом Майя Санду он настроился на выигрыш любой ценой то есть если бы Майя Санду проиграла выборы по количеству голосов то она уже анонсировала уличные протесты и начало так называемой цветной революции но другим вариантом могла быть просто выигрыш Майя Санду и тогда вот сослужилась та ситуация о которой мы сейчас с вами поговорим дело в том что Майя Санду ведь выиграла выборы не для того чтобы быть английской королевой а для того чтобы внедрять ту идеологию с которой она шла идеология ее понятно идеология это исповедуется в очень многих политических силах на постсоветском пространстве и не только на постсоветском пространстве в Украине ее связывают эту разработку этой идеологии внедрения глобалистскими силами с крупным финансовым капиталом который олицетворяет миллиардер Джордж Сорос и вот представители тех людей которые внесут эту идеологию у нас принято называть Соросятами хотя оно такое мягкое ласковое название на самом деле это очень опасная для общества для общества сила потому что она стремится к разрушению любых национальных институций лишить ее национального суверенитета и передать власть над этими территориями транснациональной финансовой олигархии вот собственно говоря представителем этих сил является Майю Санду она и анонсировала эту подобную программу и когда она выиграла выборы причем там честно я думаю что там никаких проблем с фальсификацией нет и не будет она выиграла их честно так сложились расклад политических сил то она естественно столкнулась с ситуацией когда парламент старый когда Додон еще действующий президент до инаугурации Майя Санду которая должна по закону осуществиться 24 декабря и за это время произошло интересное событие которое до этого не происходило то есть у Додона не было коалиции в парламенте которая имела бы большинство и вот перед лицом опасности сил которые пришли к власти в виде Майя Санду коалиция такая создалась в виде социалистов и представителей партии Шор за которым стоит олигарх Илон Шор лидером этой партии является Виолетта Иванова и они получили большинство и за это время абсолютно в легальной процедуре они приняли целый ряд законов которые естественно вызвали шок у Майя Санду и ее сторонников ну во-первых это законы которые придали русскому языку статус языка международного социального общения во-вторых они там расширили его сферу применения они расширили сферу полномочий автономной области Кагаузии причем это уже необратимо то есть обратно уже свернуть этот процесс нельзя потому что он он уже исходя из молдавского законодательства он уже не может быть обратно впять но самое было главное что вызвало шок у нового президента нового избранного это передача полномочий от президента к парламенту над управлением над службой безопасности молдовы аналог нашего СБУ она у них называется служба информационной президента и так полномочий немного а кроме того они были переданы Додону тоже парламенту но вот сейчас решили эти полномочия отдать обратно и это создало ситуацию когда Майя Санду становится номинальным президентом но с очень ограниченными полномочиями с очень ограниченными возможностями влиять на ситуацию естественно она начинает использовать тот механизм который она уже анонсирована то есть это улица ну фактически мы видим что в отличие от большинства ситуаций когда всякие майданы цветные революции организовывают проигравшая сторона в ходе выборов здесь мы видим нечто противоположное то есть победившая сторона организовывает подобные уличные активности это очень интересно на самом деле да это новая ситуация такая необычная хотя ее тоже можно привести к старой схеме хотя они формально выиграли но они оказались проигравшей стороной по количеству властных полномочий которыми они обладают естественно они попытаются использовать этот инструмент он пока на цветную революцию не очень тянет но элементы этой революции начали использоваться и она начинается с массовых выступлений хотя эти выступления тоже не очень массовые потому что сначала там было около 4 тысяч собралось потом было до 20 тысяч но это все равно оно не сопровождалось никакими нарушениями законодательства закона оно не сопровождалось погромами не было травмированных не было убитых слава богу и поэтому как там дальше развивается будет революция с силовым с силовой попыткой переломить ситуацию мы посмотрим а требования у них какие у тех протестующих которых призывает к этому Майя Санду это во-первых отменить естественно закон о передаче полномочий парламенту по контролю над службой безопасности второе требование это ускорить нарушение закона получается инаугурацию Майя Санду перенести ее с 24 на 10 число и третье что очень очень важно это они требуют досрочных парламентских выборов каким образом это повлияет на на реальную ситуацию оно уже начинает влиять эти требования потому что суд приостановил молдавский суд приостановил вступление в силу закона о передаче полномочий службы безопасности от президента к парламенту до решения конституционного суда молдовы ну это будем считать что это их важная победа промежуточная хотя неизвестно какое решение примет еще конституционный суд исходя из того что молдова это классическая парламентская президентская республика в отличие от нас когда у нас она провозглашена как парламентская президентская по факту она президентская парламентская то уже был прецедент когда парламент имел возможность абсолютно легитимно этими полномочия передавать от одной ветки власти другой то есть он передал из парламента контроль над службой безопасности президенту а сейчас осуществил противоположную процедуру то есть передал их обратно парламенту сможет ли конституционный суд найти какие-то нарушения здесь конституции или нет это мы посмотрим хотя законных как видим оснований вряд ли здесь можно найти может быть какие-то из политических мотивов он может сделать принять какое-то решение Владимир вот в последнее время также обсуждается активно будущая политика Майи Санду относительно Приднестровья в конце прошлого месяца она сделала ряд заявлений о том что будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья и вывода российского миротворческого контингента с последующей заменой его на некую гражданскую миссию ОБСЕ что эта политика означает возможно ли такое в принципе и как на это будут реагировать в Приднестровье дело в том что это заявление оно относится в большей степени к ритуальным заявлениям и не подкреплено реальными механизмами его реализации оно может быть реализовано только в случае добровольного согласия и желания России выполнить это требование естественно мы понимаем что Россия на эти требования тем более ультимативного характера не пойдет и оно так и у Молдовы нету возможностей силовым способом решить проблему в Приднестровье ну реально нету возможностей потом и поэтому дипломатически в дипломатическом процедуре ее решить можно только при согласии сторон согласия сторон такого не будет это и кроме того даже если представить себе ситуацию абсолютно теоретическую ну что подтверждает ритуальный характер этих заявлений что представить себе вдруг такую невозможную ситуацию но сказочную что вдруг Приднестровье возвращается в состав Молдовы и они воссоединяются то это абсолютно невыгодная ситуация для Майи Санду потому что там 350 тысяч человек они становятся получают право голоса на президентских парламентских выборах досрочных тем более которые они требуют а разница в Додомном у нее 250 тысяч и вдруг 350 тысяч избирателей настроенных несколько иначе по отношению к Западу они естественно переломят ситуацию не в пользу Майи Санду и прозападных сил поэтому это заявление оно относится к чисто ритуальным заявлениям которые рассчитаны на консолидацию во-первых своего электората перед возможными какими-то действиями уличными или там возможные парламентские выборы и кроме того она зафиксировала некий свою позицию по отношению к Западу который который она по сути говоря и представляет вот вот уже в завершении нашего разговора резюмируя ситуацию по Молдове есть ли там какие-то предпосылки к обострению молдавско-преднестровского конфликта есть ли какие-то предпосылки к тому о чем много говорили перед выборами а именно к какой-то реинтеграции Молдовы и Румынии и тому подобным серьезным геополитическим подвижкам понятно что внутренняя возня там будет продолжаться но она собственно никуда и не девается последние там 10-15-20 лет а вот что касается каких-то более серьезных геополитических подвижек насколько они вероятны я считаю их вероятность очень небольшую почему потому что там расклад электоральный расклад или там идеологический расклад он приблизительно 50 на 50 кроме того там есть фактор Гагаузи который еще и усилили их там парламент который тоже имеет там свою игру будет играть в этих раскладах молдовских кроме того парламент пока даже если будут досрочные выборы все равно там будет расклад приблизительно 50 на 50 и есть некоторые там аналитики говорят о том что и Додон тоже совершенно не будет возражать если вдруг такие досрочные парламентские выборы состоятся потому что у него тоже есть там свои козыри то есть мы говорим о том что общество расколото по вектору геополитических предпочтений 50 на 50 какой-то силы которая сможет переломить ситуацию тоже нет ни парламент ни президент мы о чем говорили парламентская президентская республика парламент это такая вот подвижная структура там создаются разрушаются коалиции а парламент а президент который бы мог силовым образом переломить ситуацию в середине и сделают решительные действия он обладает очень ограниченными полномочиями по поводу обострения преднестровского конфликта если Майя Санда удастся перебрать полномочия руководства СБУ то возможно что ж благодарю вас за беседу Владимир в гостях у международной панорамы был доктор философских наук Владимир Шевченко тем временем в Венесуэле где с момента дерзкой попытки проамериканского госпереворота с назначением фейкового президента Хуана Гуайдо прошло почти два года состоялись выборы в парламент большой патриотический полюс Симона Боливара альянс социалистических партий Венесуэлы включая правящую единую социалистическую партию по предварительным данным лидирует на выборах национальную ассамблею об этом сообщила в твиттер национальная избирательная комиссия по информации ведомства по итогам подсчета 82 процентов голосов и при явке в 31 процент избирателей движение большой патриотический полюс набирает 67,6 процентов голосов на втором месте коалиция демократический альянс с результатом 17,95 процентов президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире местного телевидения поздравил сторонников с победой социалистического движения на выборах в парламент в американских либеральных СМИ наблюдается нескрываемое разочарование выборами в Венесуэле вот что пишет по этому поводу СНН цитата В результате Конгресс последнее государственное учреждение не находившееся в руках правящей социалистической партии возвращается союзникам Мадуро несмотря на развалившуюся экономику и санкции США сдерживающие экспорт нефти страны ОПЕК и эмиграцию около 5 миллионов граждан Красноречиво не правда ли американские глобалисты на страницах своего основного печатного органа признают что все их усилия по подрыву Венесуэлы провалились не далее чем в прошлой передаче мы рассказывали о том как провалились аналогичные усилия американцев в Боливии где они зашли гораздо дальше чем в Венесуэле в отличие от абсолютно смешного марионеточного псевдо президента Хуана Гуайдо там самозванная президент Джанин Аньес успела пробыть реальной властью почти год впрочем за это время ей так и не удалось остановить реванш социалистов в Боливии с нашей точки зрения в настоящий момент у США наблюдаются серьезные проблемы с влиянием в Латинской Америке которую еще совсем недавно они по праву считали своим задним двором через сотрудничество с Венесуэлой в регион активно заходит Китай крепнет взаимодействие между Кубой Венесуэлой и Боливией нарастают левые и антилиберальные настроения и в других странах Южной Америки где едва ли не каждую неделю проходят массовые протестные акции с каждым месяцем все крепче ощущение того что Джо Байдену на посту президента США вопреки его намерениям придется озаботиться не экспансией на Ближнем Востоке или очередной холодной войной с Россией а сохранением влияния Соединенных Штатов в Южной Америке В политических процессах происходящих в Латинской Америке нам поможет разобраться политолог-международник Илья Куса Здравствуйте Илья Здравствуйте Вот собственно в Венесуэле прошли выборы в национальное собрание на которых сторонники Мадуро одержали победу вполне убедительную 67% голосов они получили по предварительным данным Ну правда явка достаточно низкая 31% но тем не менее когда это как говорится было проблемой Вот как вы оцените итоги этих выборов и почему спустя два года после дерзкой попытки продемократической революции ну или переворота с Хуаном Гуайдо со всеми этими вот делами так ничего у демократии у свободы и либерализма в Венесуэле и не получается Почему народ не поддерживает либералов Ну смотрите в целом конечно не ну понятно почему Мадуро победил то есть тут действительно явка низкая и в общем-то оппозиция часть оппозиции бойкотировала выборы часть там не бойкоти ну там у них понятно все было очень трудно у оппозиции последний год вообще прошел достаточно ну неудачно по сравнению с предыдущим когда все начиналось то конечно в этот раз ну в этом году у них совсем все было не очень хорошо как ну с точки зрения формулирования каких-то четких программных целей которых у них так и не появилось на самом деле так и с точки зрения взаимоотношений внутри оппозиции которые стали хуже и в этом году уже даже пошли там открытые конфликты между тем же Хуаном Гуайдо и там Леопольдо Лопесом и многими другими ну понятно это то есть к этому все шло на самом деле потому что ну слишком много разных амбициозных харизматичных людей в одной команде но если в прошлом году их удерживала вот эта эйфория от возможного потенциального триумфа то есть только-только начиналось все было новое свежее и как бы было много людей на улицах то ну и была вера в то что у них может получиться то конечно в этом году когда все это уже перетекло в такую фазу велотекущей борьбы ну начали уже вот появляться вот эти всякие претензии друг к другу но по моему мнению не получилось по нескольким причинам не только из-за внутренних разногласий которые безусловно были одним из факторов в оппозиции я имею ввиду но и потому что армия осталась верна Мадуро ну это я считаю ключевым вообще фактором во всей этой истории в прошлом году ну было как я сказал то есть в принципе с точки зрения присутствия людей на протестах на улицах ну этого было достаточно но если бы силовики перешли на сторону оппозиции или хотя бы их часть хоть конечно в таком случае это означало бы гражданскую войну но это дало бы им какие-то там преимущества но так как силовики остались верны Мадуро то конечно ну никакого никакой смены власти не произошло никакого переворота не произошло и до сих пор я считаю именно фактор ну позиции армии в первую очередь ну и МВД там ну армии самое главное одним из самых главных то есть то что они остались в принципе ну как я не уверен насколько они лично верны лично Мадуро там есть определенные там моменты но то что они не решили не поддерживать Хуана Гуайдо и вот эту вот оппозицию не считая их легитимными и людьми которых нужно как бы приводить к власти то это конечно и сыграло свою роль и до сих пор играет Илья относительно фактора армии я безусловно с вами согласен однако тут есть один еще интересный фактор я имею ввиду то что с начала ну или как минимум со второго квартала нынешнего года по всей Латинской Америке в целом возрастают левые настроения мы видели протесты в целом ряде стран и мы видели выборы в Боливии недавние на которых фактически левые вернули себе власть после почти годичного правления этого пролиберального режима установившегося в результате переворота в конце 2019 года то есть вот не кажется ли вам что присутствует такой определенный тренд на поливение Латинской Америки в целом ну вы знаете Латинская Америка это вечные качели постоянная борьба между правыми левыми то одни там приходят к власти потом что-то происходит они дискредитируются приходят другие потом наоборот кстати история Боливии это раз очень ярко показывает когда популярный президент Эво Моралес пробывший там власти и какое-то время там в какой-то момент да там у него начинается кризис ну в данном случае он поступил наверное более грамотно чем многие там лидеры левых движений в других странах и он сам ушел типа ну давайте идите управляйте пришли правые они не смогли закрепиться ну закрепить свои политические позиции не смогли ничего сделать с реформами никак измену более того начали там начались проблемы из-за их поспешной и не самой эффективной внутренней политики и сейчас власти вернулись снова левые и до определенного момента ну то есть это это происходит это происходило в Бразилии когда сначала были левые потом пришли правые был период военной диктатуры потом он закончился правые себя дискредитировали из-за вот этого периода и было достаточно длительное время правления левых особенно ну партии трудящихся во главе с президентом Лулой де Сильва который в общем-то до сих пор ее возглавляет хотя в последнее время я смотрю что у них скоро может произойти либо раскол либо его оттуда вынесут потому что есть определенные внутренние разногласия между ним и другими фракциями в партии да действительно я вижу тренд на то на возвращение левых я думаю что это связано во первых с актуализацией социальной повестки особенно во время коронавируса потому что коронавирус он как раз поднял на поверхность множество вопросов гуманитарно-этического и социально-экономического характера про доступ к медицине про доступ к базовым услугам людей про индивидуальные свободы права про социальную политику про экономику про права рабочих про средний класс и то как он должен в общем-то жить в таких условиях и конечно это актуализация вот этой повестки которая всегда была сильна у левых в их программах потому что они делали много многие делали на это ставку конечно привела к тому что их политические позиции начали восстанавливаться или у них появился шанс вернуться на там время в результате выборов и так и происходило и в общем-то я думаю с этим и связано то что мы видим в последнее время и я не исключаю что в ближайшее время то есть они усилятся хотя кстати вот например в следующем году же будут выборы в Эквадоре где ну последние годы правил президент Леонид Мурено он считается именно президентом левым но его же рейтинг как раз за последние два года обвалился с 77% до по-моему 7% вот и в следующем году он может проиграть ну я думаю что он проиграет либо кому-то из своих но более успешных либо кстати как раз может быть вернется кто-то из представителей условного правого крыла назовем это так хотя вообще кстати странно ну вот с Ленина Мурено было достаточно интересно потому что он хоть и левый но его многие обвиняли в том что он там например взаимодействует с США ну и как-то с ними налаги я ставлю свои 5 копеек там же было даже некое подобие революции в прошлом году против него как раз против Мурено за то что он по требованию МВФ отменил топливные субсидии то есть его левизна мягко говоря сильно преувеличена да но я же просто к чему что интересно он же пришел как раз к власти и в общем-то у него же даже имя говорит о том что он левый да тут как бы получилось совсем по-другому то есть но да я в общем отвечаю на ваш вопрос да левые движения сейчас усиливаются и ну я думаю что именно из-за дискредитации правых во многом то есть например вот я не исключаю опять же по той же схеме сейчас президент Бразилии еще же Ир Болсонару там ну вот после его правления скажем так я думаю что ну если конечно левые в частности в партии трудящиеся разберутся со своими внутренними проблемами то я не исключаю что они опять вернутся хоть несмотря на то что ну и люди там забудут многие там вещи связанные с коррупционными скандалами которые были ну это такие качели да и они эти качели будут происходить в Латинской Америке до тех пор пока либо не появится какая-то мощная третья сила там которая будет предлагать какую-то совсем другую там альтернативную программную платформу ну либо не появится какой-то условное ядро я в плане геополитики потому что Латинская Америка регион в котором нету никакого ядра нету центра силы и они либо ориентируются на США там ну исторически либо на вот сейчас Китай сейчас вот два таких глобальных игрока на которых можно ориентироваться во внешней политике и соответственно таким образом ну оформлять свою внешнюю легитимность а это же тоже идеология определенная Илья вот об этом как раз следующий вопрос действительно вы меня тут кое в чем можно даже сказать опередили вот о чем хотел спросить сейчас активно заходит в регион Китай и все вот эти вот тенденции поливения о которых мы с вами говорили они происходят на этом фоне на фоне захода Китая но ведь мы знаем что до сих пор фактически с середины с конца девятнадцатого века вся Южная Америка была ну будем говорить задним двором США то есть таким мягким американским подбрюшьем в которое штаты никого не пускали сейчас туда заходит Китай сейчас намечается серьезная кооперация между Кубой Венесуэлой Боливией всевозможные боливарианские вот эти вот союзы структуры левые организовываются Китай их конечно же будет поддерживать в экономическом отношении возможно появится какая-то военная военно-политическая кооперация также в регионе чем это грозит США не придется ли Байдену вместо каких-то грандиозных экспансионистских планов там то ли в Европе то ли где-нибудь там в Юго-Восточной Азии разгребать проблемы у себя на заднем дворе в Латинской Америке да я думаю что администрации Байдену по-любому придется разгребать проблемы связанные с проникновением Китая потому что это уже произошло не стоит вопрос о том что Китай находится на пороге или там вот-вот зайдет в латиноамериканский регион нет это уже произошло у Китая достаточно сильные позиции в ряде стран региона в частности в той же Боливии где они активно интересуются добычей лития или в той же Бразилии в Бразилии несмотря на то что при власти например Жаир Болсонару который имеет сильные антикитайские настроения и вообще является фанатом Трампа и сам себя таковым называет каких-то существенных решений против Китая осуществить не смог потому что Бразилия зависима от экспорта из Китая от импорта из Китая а во время коронавирус в результате коронавирусной пандемии эта зависимость еще больше увеличилась поэтому то есть тут я думаю что в следующие четыре года администрации Байдена нужно будет решать уже вопрос ну либо как сосуществовать с Китаем в Латинской Америке либо каким образом в общем-то вытеснять то есть тут это будет зависеть от я думаю того сколько у них какие у них есть ресурсы на это будут ли они серьезно этим заниматься хотят ли они конфронтации с Китаем глобальной да и ну в общем-то я думаю что тут тут у двух партий есть консенсус в Штатах но вопрос вот насколько насколько острая будет глобальная конкуренция я думаю что это и определит тональность и остроту противостояния в Латинской Америке потому что Китай уже туда зашел и он многим государством ну в общем-то выгоден он может предложить то чего не могут пока что предложить США и администрация Трампа например она особо Латинской Америкой не занималась ну в том плане что они там были сконцентрированы на двух трех проблемах но в основном вот Венесуэла был там топ для Трампа именно и не просто не просто Венесуэла а вот именно Мадуро для Трампа у него был достаточно узкий интерес он хотел сделать из Мадуро пример такой кейс успешный кейс который потом всем рассказывает что он принес демократию в какую-то страну но реально Венесуэлой заниматься никто не планировал у Байдена будет намного сложнее как раз вот эта дилемма что делать с присутствием Китая ну нас как вы сказали на своем заднем дворе да в своем геополитическом подбрюшье что ж большое спасибо вам за беседу Илья в гостях у Международной Панорамы был политолог Международник Илья Куса на этом наша передача подошла к концу с вами была Международная Панорама на канале КРТ и я Данил Богатырев до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...